Мартин, кодекс Альбаринио. Как я вам и обещал, когда шел с бутылкой этого вина домой, я сниму про него ролик и расскажу какие-нибудь интересные факты. А вы прокоммуницируете с этим роликом, поставите лайк, купите или не купите бутылку этого вина, подпишитесь на канал, если вы еще не подписаны, а я пока начну. Альбаринио – белый сорт винограда. Он родом из Испании, северо-западной ее части, которая называется Галисия. Что мы знаем про Галисию? Во-первых, там зелено, там прохладно и там очень влажно. И все это выделяет этот регион на фоне всей остальной Испании. Влажность, кстати, требует от наших виноделов использовать специальную систему пергол для выращивания винограда. На испанском языке ее называют красивым словом эмпарада – беседка. Нужно это для того, чтобы виноград в условиях высокой влажности не болел различными грибковыми заболеваниями и не плесневел. Альбаринио – сорт винограда, который обладает специфическим вкусом. Он довольно солоноватый. Да-да, там действительно во вкусе можно почувствовать соль. И эта соль обеспечивается двумя вещами. Во-первых, гранитно-песчаными почвами и, во-вторых, близостью к Атлантике. Как именно, какой механизм именно используется для передачи вот этого солоноватого вкуса, никто толком не знает. Третий момент – это производитель. Производитель – много про него не скажешь. Это самый крупный производитель в регионе, кооператив, который объединяет несколько сотен фермеров, которые выращивают виноград, сдают его в общий котел и на выходе получается вино. Звучит не очень, но в Риас Байжес это работает. И вино получается действительно очень хрестоматийное в том смысле, что оно и правда отражает все те дескрипторы, все те описания, которые мы можем найти об этом сорте. Оно солоноватое, оно цитрусовое, оно фруктовое. Причем и цитрусы, и фрукты здесь больше тропические, конкретно в этом вине. Это не лимон, а лайм, это не какие-то яблоки и груши, а скорее ананасы, манго и местами даже дыня. Кислотность здесь очень яркая, но она сглажена максимально вот этой самой тропической фруктовостью, и поэтому вино не воспринимается супер радикально. В общем и целом, это такой очень классический Велье Фомани Аль Баринио. И что еще я хочу сказать вам про это вино. Я пробовал несколько винтажей, причем за один год, это было 22, 21, 20, и вот что я на нами заметил. Вино довольно быстро развивается, причем развивается в хорошем смысле, оно не сильно усложняется, но оно становится немного другим. Свежие фрукты переходят в цукаты, свежий манго переходит в такой сушеный манго. В общем, вино становится более десертным по своему ароматическому и вкусовому профилю. Оно не становится сладким, оно не становится десертным как десерт, но по нашему восприятию вкуса этого вина, оно действительно становится таким более сладким.